Здравствуйте, соседи! Считается, что вы можете не заниматься политикой. Все равно политика занимается вами. Вот об этом, а также о многом другом в нашей сегодняшней программе проведу ее я, Евгений Янин. И в гостях у соседей Юрий Саламонов, депутат Новгородской областной думы. Юрий Александрович, добрый вечер. Добрый вечер. Я напомню, что мы, как всегда, работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 67 97 67. Дозванивайтесь, присоединяйтесь к нашей беседе и задавайте свои вопросы. Юрий Александрович, вы в нашей студии впервые, поэтому давайте знакомиться, рассказывайте немножечко о себе. Боровичанин, живу в родном городе, работаю на Боровичском комбинате огнеупоров, директором по информационным технологиям. С Великим Новгородом меня связывают 5 лет учебы в Политехническом институте по специальности радиотехника и Новгородская областная дума, в состав которой я был избран в 2016 году. Вы избраны от каких районов? От Боровического? Я избран от двух районов. В состав моего округа, номер 15 этого округа, входят и Боровический, и Любытинский районы. И интересы обоих районов мне одинаково важны. А в Новгороде все сетуют на то, что снега нет? Все грустят. В Боровичах есть снег? Мне бы очень хотелось ответить, что в Боровичах есть все, но в данном случае снега там тоже нет. Ну, принято в конце года обычно подводить какие-то итоги. Для вас что стало самым главным в работе Новгородской областной думы в 2019 году? Ну, вот если вы спросили меня о главном, я и отвечу о главном. Прежде всего, Новгородская областная дума выполнила все обязанности, которые на нее возложены. То есть, состоялось необходимое количество заседаний Новгородской областной думы, рассмотрены все внесенные в повестку нормативные акты, законопроекты и другие документы, которые требовали рассмотрения думы. И в этом отношении можно сказать, что областная дума не подвела новгородцев в свою работу. Она сделала. В целом же, вот вы знаете, областная дума работает круглогодично. Единственное, иногда возникают перерывы на летние каникулы в этом году. Они состоялись в августе. Так вот, за 11 месяцев полных рабочих Новгородская областная дума рассмотрела в сумме порядка 390 документов, которые требовались. Это больше одного документа в день получается? Совершенно верно. Это да, это больше одного документа в день. С учетом того, что большинство депутатов областной думы работают на неосвобожденной основе, это, в общем-то, достаточно большое время. Нужно выкраивать как-то время. А есть какой-то законопроект, который вы бы отдельно отметили? Вы знаете, ну, во-первых, в работе думы все законопроекты действительно важны и необходимы новгородцам. То есть, там нельзя сказать, что какой-то законопроект менее важен или более важен. Я отмечу тот, который был принят, вот, уже стал в статусе закона в декабре текущего года на посреднем заседании в этом году Новгородской областной думы. Это закон о внесении поправок в областной закон. Я говорю вот сейчас так немножко сложно, но так это звучит в реарии. В областной закон о транспортном налоге. Потому что этим законом о транспортном налоге многодетным семьям предоставляется льгота 50% на уплату транспортного налога. То есть, теперь многодетная семья, живущая в Новгородской области, получает эту льготу? Она ее и имела. Да. Нелогичность ситуации заключалась в том, что многодетная семья сохраняла эту льготу до тех пор, пока детям не исполнилось 18 лет. Да. А сами понимаете, на сегодняшний день 18 лет – это возраст окончания школы. Соответственно, ребенок окончил школу, поступил в ВУЗ. Нагрузка финансовая на семью скорее даже увеличилась. Да, совершенно верно. А льгота отменилась. Так вот, Новгородская областная дума эту льготу все-таки сохранила, продревает ее на 5 лет. При условии, что ребенок поступает, ну уже взрослый ребенок, но тем не менее он член семьи, он поступает в высшее учебное заведение по ученой форме обучения. Что примечательно в этом законопроекте, вот почему я его выделил. Отчасти потому, что я был инициатором внесения этого законопроекта в план работы, законотворческой работы Новгородской областной думы на текущий 2019 год. Это происходило вот год назад, в декабре также, когда формировался план работы. Проще говоря, вы, благодаря вам тема была поднята. Поднято, совершенно верно. Он был включен в план, правительство Новгородской области разработало законопроект в соответствии с этим планом. Он был вынесен на рассмотрение депутатов, депутаты его поддержали. В этом отношении, вы знаете, пример он чем хорош? И закон принятый хороший, и это отличный результат вот такого конструктивного взаимодействия между исполнительной и законодательной ветвями власти Новгородской области. Когда действительно все вместе решают какие-то конкретные проблемы. Актуальна эта тема была для Новгородской области, для ваших районов, Боровического, Любытинского? Например, на встречах, может быть, избиратели поднимали этот вопрос. Вы знаете, она безусловно актуальна. То есть здесь никто даже не пытался оспорить, что эта льгота, точнее расширение этой льготы может не иметь какой-то целесообразности. Потому что очевидно, что семьям нужно поддерживать, и тем более многодетные семьи. И очевидность этой ситуации, еще раз говорю, настолько велика, что не требовалось даже очень сложных согласований, потому что действительно все это понимали. Ну и плюс это еще одна дополнительная такая мотивация. Становитесь многодетными. Конечно. Не бойтесь, будьте ими. Не бойтесь, да. А как часто вы вообще встречаетесь со своими избирателями? Ну, вы знаете, я без преувеличения скажу, что я встречаюсь с ними ежедневно. Потому что я живу непосредственно в том округе, от которого избран депутатом. С людьми я встречаюсь и на улице, и в рабочей столовой, и звонят по телефону, если необходимо. Есть, естественно, и организованные приемы граждан. Но вот встречи, они постоянные. И живое общение с людьми, ну, оно в этом отношении дает очень многое, потому что начинаешь очень хорошо понимать, чем живут люди, что их радует, что огорчает, и в чем нерв сегодняшнего дня для людей. Вот что самое острое и волнующее. Такой пример, когда депутат не оторван. А на депутатские приемы с какими вопросами обычно приходят? Вы знаете, вопросы самые разные могут быть. От бытовых до общегосударственных. Про общегосударственные подробнее. Хорошо, я вам расскажу даже случай, когда и бытовые, и общегосударственные вопросы соединились воедино. То есть было такое обращение гражданина, он обратился ко мне с вопросом о том, что несовершенно законодательство, которое регулирует взаимоотношения обладателя квартиры, многоквартирного дома и управляющей компанией. Ну, серьезный вопрос несовершенства законодательства. Значит, когда мы стали выяснять все-таки, в чем суть проблемы и откуда она идет, выяснилось, что, к сожалению, этот человек не мог найти общего языка с коммунальщиками и решить вопрос ремонта сантехники у себя в квартире. Вот после того, как ему оказали практическую реальную помощь, у человека и сантехника стало все хорошо, и жалоб на законодательство не стало тоже. Еще заработал. А есть какие-то вопросы, с которыми приходит избиратель, а вы не знаете, как ему помочь? Ну, естественно, иногда люди задают вопрос, на который сходу ответить невозможно. Но в любом случае, вот с чем бы человек ни обратился, мы вместе с ним обсуждаем вообще возможные пути рассмотрения этого вопроса. Даже если его нельзя решить сразу, но хотя бы обсуждаем, в каком поле этот вопрос лежит и по какому пути можно попробовать пойти для его решения. А в чем вообще должна, на ваш взгляд, заключаться помощь депутата своим избирателям? Ведь не секрет, что многие наши соседи, наши зрители воспринимают, в общем, помощь депутата, как вот, нам, не знаю, площадка детская нужна, машину песка куда-то привезти. В общем, да, такие какие-то материальные, иногда меркантильные запросы. Этим ли должны депутаты помогать избирателям? Или может быть не только этим? А вы знаете, это вопрос к обществу в целом. Ведь то, чем должен заниматься депутат, формируется общественным запросом. Вот надо быть честным в этом отношении. Если люди видят и считают, что депутаты на сегодняшний день полезны им в этом качестве, ну, значит, депутат должен реагировать на этот общественный запрос и стараться помочь людям в этом направлении. Хотя нельзя снимать со счетов то, что все-таки основная задача законотворческая. Вообще работа депутата, она стоит на трех цветах. Первый, самый такой вот заметный, понятный, это именно законотворческая деятельность, участие в заседаниях Думы, участие в работе думских комитетов, ну, в моем случае, это комитет по бюджету. Рассмотрение выносимых в поездку дня документов и так далее. То есть, как бы понятно, хотя именно вот эти полномочия депутата и обязанности депутата, они определяются законодательством. То есть, в первую очередь, он должен делать это. Естественно, немаловажный вот блок, это взаимодействие с избирателями. То есть, это вот второй кит, на котором стоит, это самый живой кит, самый подвижный такой вот, самый активный. Естественно, потому что именно в процессе этом понимаешь, что людям нужно и как им можешь помочь. Ну, а третий кит, он может быть менее заметен, чем остальные, но это как раз то, где ты решаешь проблемы, это взаимодействие с органами власти, с организациями, в том числе общественными организациями. То есть, вот на сегодняшний день работа депутата складывается из этого. А вот вам работа в законодательной власти, как помогает в решении проблем, например, конкретному Боровического района? Ну, во-первых, могу сказать, что я еще раз решаю вопросы округа избирательного, да. То есть, мне в равной мере важны и Боровические проблемы, и Любытинские. Ну, и Любытинские проблемы, условно, как какие-то ведь есть проблемы районного масштаба, назовем их так. Вот, совершенно верно. Так вот, прежде всего, смотрите, нахождение в законодательной власти, находишься в исполнительной, неважно. Для того, чтобы решить какие-то проблемы района, нужно выстроить нормальные деловые взаимоотношения с исполнительной и законодательной ветвями власти этих районов. То есть, у меня есть хорошие рабочие деловые отношения с главами и Боровического, и Любытинского районов, с думами этих районов. Я регулярно встречаюсь с ними, в том числе с депутатами сельских и городского поселения, и обсуждаем эти моменты. То есть, когда ты знаешь изнутри, что сегодня самое главное в повестке дня района, это первое, с чего начинается работа о помощи району. Второй момент, естественно, являясь членом областного парламента, я могу ставить вопросы злободневные перед районами, перед областными властями. Причем депутат областной думы может поставить их более, может быть, даже остро, чем это себе позволят муниципальные власти. Здесь вы и более свободны в некоторой степени? Да, совершенно верно. В этом есть преимущество именно законодательно избираемой власти. То есть, эта возможность есть. Ну и, естественно, есть третий инструмент влияния на решение проблем района. Это внесение предложений при формировании областного бюджета. То есть, мы обсуждаем, какие действительно есть злободневные нерешенные вопросы в районах, предлагаем их к областному бюджету. Но часть этих вопросов, естественно, входит потом в реализацию. По части вопросов, даже если они не входят, тем не менее, областная власть о них понимает, знает и планирует свою работу в дальнейшем. И как-то тоже, да, может отреагировать. Конечно. Соседи, я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 67 97 67. Звоните, задавайте свои вопросы и присоединяйтесь к нашей беседе. Мы вернемся после небольшой паузы. Дорогие новгородцы, компания Грейп и сеть продуктовых магазинов ТОП, «Товары от производителя» поздравляют вас с новогодними праздниками и приглашают всех посетить наши магазины. Идея магазина ТОП – объединить производителей и дать возможность покупателям приобретать качественные продукты без лишних наценок. Наши партнеры – Новгородский пищевой комбинат, Старорусский мясной двор, Адепт, СПК Левочский, Любони, Шинка Любова и многие другие. Магазины ТОП «Товары от производителя» начали работу в уходящем году. И в грядущий год мы встречаем с уверенностью и надеждой. Важно помнить, здоровье начинается с хороших, качественных продуктов. С Новым годом! Счастья, удачи и, конечно, здоровья! Для вас подарок от магазинов ТОП. Подарочный сертификат на 3000 рублей. Магазин одежды и обуви «Заходи» – это возможность приятного и выгодного шоппинга. На площади 8000 квадратных метров для вас огромный выбор – качественные товары и доступные цены. Новогодние скидки 20% на весь зимний ассортимент с 15 декабря по 15 января. Заходи чаще, вплати меньше. Улица Октябрьская, дом 21, телефон 8-996-939-2020. Уважаемые новгородцы! Вот и заканчивается этот непростой год. Время подвести итоги, вспомнить о хорошем, сделать выводы из неудач и с надеждой смотреть в будущее. Коллектив стоматологической клиники «Радикс» от всей души поздравляет вас с наступающим Новым годом. Желаю вам здоровья, удачи, благополучия. Заботьтесь о родителях, любите своих детей, будьте терпимы их друг к другу. Хорошего вам настроения и чаще улыбайтесь. И традиции участникам карнавала подарков мы дарим сертификат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 67-97-67. Телефон нашей студии. Ждем ваших звонков. У нас сегодня в гостях депутат Новгородской областной думы Юрий Саламонов. Юрий Александрович, сказали вы уже, что депутаты областной думы в большинстве своем совмещают основную свою работу с депутатской деятельностью. Как удается справляться и с тем, и с другим? Удается. Вы знаете, естественно, работая на одном из крупнейших предприятий области, я руковожу службой информационных технологий, вот уже на протяжении 20 лет, выработан определенный алгоритм действий, как нужно работать на общественной работе так, чтобы это не мешало основной деятельности. И, соответственно, тем не менее, как заниматься профессиональной деятельностью, чтобы оставались силы на общественную. Наверняка без поддержки тут никак не обойдешься. Кто вас поддерживает? В первую очередь, я убежден и верю в то, что меня поддерживают люди, которые избрали депутатом. То есть, вот эта поддержка ощущается, и она придает много сил. Естественно, в повседневной жизни меня поддерживает моя семья, которая помогает перенести какие-то тягости и нагрузки дополнительные. Хотя, когда работа получается, то никакие нагрузки, они не так тяжелы. И семья, наверное, тоже это ощущает. И семья это ощущает, да. Ну и все-таки мы касаемся профессиональной деятельности. Естественно, мои коллеги, с которыми я работаю, они осознают, что вот та работа депутатская, которую веду я, люди, работающие на нашем предприятии, являются, многие из них, депутатами муниципальной думы и областной думы, то есть городского совета. То есть, это не в диковинку людям, которые работают на нашем предприятии, моим коллегам. То есть, они достаточно хорошо осознают, что кто-то должен выполнять на общественных началах вот эту важную и необходимую государственную функцию, как работа в органах власти избирательных. И наверняка есть понимание того, что ваша работа на их конкретной жизни, в общем, отражается. Отражается. Не в прямую, но косвенно, безусловно. В конце года принято, в том числе в предновогоднюю пору, строить планы на будущий год. 2020-й. Что от него ждете? Какие вопросы в вашей повестке и как депутата, и как жителя Боровичей? Ну, вы знаете, вот в повестке моей как депутата, я думаю, будет преобладать тот тренд, который уже сложился в целом Российской Федерации, потому что все больше и больше сил набирает реализация национальных проектов. Она всерьез затронула Новгородскую область. И вот развитие в этом направлении, конечно, потребует помощи и Новгородской областной думы. И я думаю, что это будет, может быть, во главе повестки в целом. Ну, по крайней мере, в приоритетных планах совершенно точно. А вот если вернуться к моей родине... Я знаю, что Боровичей такой насыщенный год ждет. Да, совершенно верно. Этот год замечательный. Он будет юбилейным для нашего города. Исполнится 250 лет с того момента, как императрица Екатерина II своим указом присвоила Боровичам статус города. И, естественно, город готовится к этому событию. И я думаю, что под этой единой произойдет много замечательных событий. Более того, я хочу сказать, что стараниями исполнительной власти и области, и города уже произошли такие большие сдвиги в Боровичах. То есть, облик его преображается. Если подробнее, конкретно, что сделано? Сделано очень много. Я бы сказал, что как никогда много за текущий сезон строительный преобразованы некоторые уголки, которые были в сопустении, скажем честно, хотя и находились в центральной части города. То есть, несколько таких мест преобразовано в скверы. Хорошие, современные, благоустроенные. Очень хорошо реструктурирован парк 30-летия октября. Это центральный парк города. То есть, сегодня он наполнился людьми. То есть, это замечательный показатель того, насколько этот проект востребован. То есть, если раньше там ходило небольшое количество людей, сегодня и в светлое, и в темное вечернее время суток там есть люди. Это здорово. И большой такой серьезной реконструкцией подвергнута была центральная улица города, улица коммунарная. Открылись фасады купеческих домов 19 века. Конечно, городу предстоит еще привести фасады в более презентабельный вид. Но я верю в то, что это будет сделано. Но уже сегодня вот такие изменения в облике Боровичей, они видны. Город готовится к празднику. А если вот про то, что еще будет сделано, что в планах, если о чем-то уже можно говорить, может быть, есть что-то, что особо просили сделать люди, решить какие-то вопросы, может быть, бытовые. Вы знаете, вот такой острый и часто звучащий вопрос у людей, это тротуары. То есть город хорошо привел себя в порядок с точки зрения дорог, автомобильных дорог. У машин все хорошо теперь. Ну, намного лучше, чем было, да. Я думаю, автомобилисты никогда не скажут, что у них все идеально. Теперь осталось сделать для пешеходов. Но сделать для пешеходов, да. И это будет, конечно, большим подарком и подспорьем. Вот я надеюсь, что в этом направлении тоже будут подвижки. И здесь есть над чем поработать. Еще какие-то темы, которые вы себе и как депутаты, и как активный житель Боровичей поставили себе за меточку о том, что в 2020 нужно обязательно выполнить? Вы знаете, я думаю, что 2020 год, ну, вот позволит в целом нам, как обществу, вот опять же на фоне такого замечательного события, все-таки испытать чувство единения, сплочения, понимания того, что слова Боровичей, наш общий город, это не просто красивый звук. Что это действительно очень сильно зависит от нас. И действительно жители Боровичей это так воспринимают? Действительно они проявляют инициативу, например, при благоустройстве? Да, проявляют. Действительно, и в Боровичах успешно реализуется программа поддержки местных инициатив, которая вот опять же шагает и по Новгородщине, и по России, и по районам, да, 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 но в Боровичах она тоже находит свое место. И мое-то вот желание именно как депутаты, как активного общественного человека в том, чтобы в эту работу действительно вовлекалось как можно больше людей. То есть донести до них эту информацию, то, что их усилия, ну, будут вознаграждены, то есть важно их проявлять, важно это делать. Вот я считаю... И действительно, да, что от их желания зависит. Зависит, да, да, потому что объекты, которые реализованы уже в рамках именно этой программы поддержки местных инициатив, они действительно есть воочию с ними. И люди могут видеть оплоды, в том числе, свои деятельности. Юрий Александрович, пара минут у нас буквально до конца остается. Есть возможность обратиться и к жителям Боровического района, и к жителям Любытинского района, и в целом к нашим зрителям со всей Новгородской области с поздравлениями, пожеланиями. Ну, уважаемые зрители, 2020 год – это год с очень красивым нумерологическим порядком. То есть вот такой порядок 2020, он уже не повторится в этом столетии. Поскольку он красив, я бы очень пожелал вам прожить этот год тоже красиво, чтобы осуществились те намеченные планы, которые вы перед собой ставите, чтобы сбылись ваши заветные мечты, чтобы вдохновение не покидало вас. И главное, чтобы вам во всем способствовала удача, и вы испытывали поддержку друзей, близких и многих-многих людей. Я искренне желаю вам сплоченности, чувства поддержки, товарищей, любви и благополучия. Ну, а если вдруг возникнут проблемы, то можно обращаться к областному депутату? – Я думаю, что обращаться к областному депутату можно, тем более, что даже за погоду, которая в этом году, отвечают депутаты. – Тут тоже к вам и такие вопросы возникают. – Возникают, да. – Были на приемах вопросы, где снег, почему много дождей? – Да, но в этом случае я отвечаю стихами Пушкина. «В тот год осенняя погода стояла долго на дворе, зиму ждала, ждала природа, снег выпал только в январе». То есть это не уникальный случай, мы его переживем. – И это тоже переживем, да. Спасибо большое, Юрий Александрович. Удачи в 2020-м, во всех ваших начинаниях, в делах и в реальной помощи своим избирателям. Это был депутат Новгородской областной думы Юрий Саламонов с нашей редакцией. Как всегда, можно связаться по телефону 638-005. Не забывайте делиться своими новостями в нашей группе ВКонтакте «Новгородское областное телевидение». На сегодня все. Всего доброго и до свидания. – До свидания.